Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем изучение предмета естествознания. Тема нашего урока методы познания, наблюдения, эксперимент, логические действия. Сегодня на уроке мы назовем научные методы изучения природы. Вспомним единицы измерения длины, массы, объема, времени. Приведем примеры использования наблюдений, измерений, экспериментов. Человек во все времена стремился к познанию природы и использовал для этого разные методы. Метод — это способ изучения природы. Методами изучения природы являются эксперимент, наблюдение, изменения и другое. Метод от греческого методос — путь исследования. Это способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи. Наблюдение — это один из методов или способов изучения природы. При изучении природы мы пользуемся методом наблюдения очень часто. Наблюдать можно за планетами и звездами, погодой, жизнью растений и животных. Сборщики винограда шли рано утром на свою работу. У дороги они заметили человека в черной широкополой шляпе. Он склонился над землей, рассматривая что-то. Каково же было удивление женщин, когда вечером, возвращаясь домой, они застали этого же человека там же, в той же позе. Кто был этот странный человек и чем он занимался весь день? Это был замечательный французский ученый-энтомолог Жан-Анри Фабер. В тот день он наблюдал за повадками маленькой осы, устроившей себе норку возле дороги. Надо сказать, что изучению насекомых Фабер посвятил всю свою долгую жизнь. Не жалея времени и сил для наблюдения за осами, пчелами, бабочками, жуками, он стал лучшим в мире знатоком насекомых. Свои открытия Фабер описал в книгах, которыми и сегодня восхищаются ученые и любители природы разных стран. Методом наблюдения пользуются, конечно, не только исследователи насекомых и других животных, но и ученые самых разных специальностей, например, астрономы. В июле 1994 года телескопы всего мира были направлены в сторону Юпитера. Произошло событие, какие случаются один раз в тысячу лет. С Юпитером столкнулись обломки кометы, летевшие с огромной скоростью. Ученым удалось тщательно пронаблюдать эту космическую катастрофу. Взрывы от падения кометы во много раз превысили мощность всего накопленного на Земле атомного оружия. Над Юпитером возникли гигантские вихри диаметром до 5000 километров, а на самой планете остались рапы глубиной от 150 до 200 километров. В начальной школе вы вели дневник природы. В определенное время наблюдали за облачностью на небе и осадками, определяли направление ветра и температуру воздуха. Такое регулярное наблюдение за явлениями природы и их описание – это и есть пример использования вами наблюдения как метода познания природы. Изучать отдаленные тела природы, а также тела небольшого размера, можно с помощью увеличительных приборов. Лупы и микроскопы увеличивают изображение тел небольшого размера. Тела, находящиеся на больших от человека расстояниях, рассматривают в бинокль и подзорную трубу. Изображение небесных тел увеличивают телескопы. Методом наблюдения мы в начальных классах научились находить юг, север, восток и запад горизонта. Если мы выйдем на улицу в полдень, то увидим, что Солнце высоко расположено над горизонтом. Самая высокая точка нахождения Солнца над горизонтом называется зенитом. Правильно говорить Солнце в зените. Прямая линия, идущая от севера к югу, называется полуденной линией от слова полдень. Для определения направления ветра используется флюгер. Стрелка флюгера вертится и показывает направление ветра. Ее острая сторона всегда направлена против ветра. Если ветер дует с севера, то он называется северным ветром. Если дует с северо-востока, то называется северо-восточным ветром. Флюгер можно установить на крыше дома или на высоте 10 метров от земли. Эксперимент. Наблюдений в природе часто бывает недостаточно. Чтобы лучше изучить многие явления, исследователи проводят эксперименты или опыты. Слово эксперимент в переводе с латинского языка как раз и означает опыт, проба. Это еще один метод изучения природы. При проведении опыта человек повторяет, воспроизводит в лаборатории то или иное природное явление. При этом он внимательно следит за тем, как оно происходит. Если необходимо, исследователь повторяет один и тот же опыт много раз. С помощью экспериментов можно, например, узнать, что бывает с телами при нагревании и охлаждении, какие тела притягиваются от магнита, а какие нет, какие вещества проводят электрический ток, а какие не проводят. Опыты помогают исследовать не только живые тела, но и растения животных. Можно, например, установить, как различные удобрения влияют на рост и развитие растений. С помощью опытов изучают поведение животных, их язык, память, сообразительность, способность находить дорогу. Выяснено, например, что перелетные птицы во время своих путешествий ориентируются по солнцу и звездам. Узнать это помогли очень интересные эксперименты. Осенью и весной птиц содержали в специальной клетке, откуда они могли видеть солнце. Птицы поворачивались в ту сторону, куда они полетели бы, если бы были свободны. Когда с помощью зеркал ученые изменили направление солнечных лучей, как бы передвинули солнце, птицы повернулись вслед за ним. Так было доказано, что они ориентируются по солнцу. Подобные опыты проводили и по ночам. Пока птицы видели ночное небо, они располагались в правильном направлении. Но вот их поместили в планетарий и стали менять расположение звезд на искусственном небе. И птицы, доверившись этому небу, поворачивались совсем не туда. Это означало, что они действительно ориентируются по звездам. Значительное количество естественно-научных исследований проводится в специально оборудованных помещениях-лабораториях. Они оснащены необходимым оборудованием. Среди разнообразных приборов немало таких, которые используются в школе, в кабинетах физики, химии и биологии. Например, в химии и биологии лабораторный штатив предназначен для крепления пробирок, фарфоровых чашек, в которых нагревают вещество. Колбы разной емкости наполняют жидкостями. Пробирки используют для исследований взаимодействия веществ или для выращивания растений или живых организмов. С помощью лабораторного оборудования можно проводить опыты в школе. Измерения. Очень часто при изучении природы применяют еще один метод измерения. Измеряют, к примеру, размеры и массу тел, их температуру, скорость движения, время протекания определенных явлений. Для этого используют различные измерительные приборы. Линейку, весы, термометр, секундомер или часы. И другое. Биологам нередко нужно знать численность животных того или иного вида на какой-нибудь территории. Чтобы это определить, подсчитывают, сколько раз встретились животные, их следы, норы или гнезда на определенном участке. Численность птиц определяют весной по их голосам. В исследованиях природы часто проводят измерения линейных размеров тела, либо расстояний между ними. Измерение массы, температуры или времени. Для этого используют различные измерительные приборы. Линейку-рулетку для измерения длины. Термометр для измерения температуры. Часы-секундомер для определения времени. Весы для измерения веса. Барометр для измерения атмосферного давления. Его определяют для определения погоды. Измерять означает сопоставлять, сравнить с эталоном. Эталон – это мера-образец. Рассмотрим эталоны и единицы измерения. Эталоном размера является метр. Размер измеряют в миллиметрах, в сантиметрах, в метрах и километрах. Массу измеряют в миллиграммах, в граммах, в килограммах, в центнерах, в тоннах. Эталоном измерения является килограмм. Время измеряют в секундах, в минутах, в часах и так далее. За эталон времени принимают секунду. Температура измеряется в градусах Цельсия. Для точного определения размеров тела или расстояния между телами используют различные разнообразные линейки, метры, рулетки, о чем мы только что с вами сказали. Линейкой можно измерять тела небольших размеров, либо расстояние между ними. А рулеткой удобно измерять расстояние в несколько метрах. Для измерения важно знать цену деления. Цена деления – это значение наименьшего деления шкалы. Цена деления линеек, которыми мы пользуемся в школе – 1 мм. Температуру измеряют с помощью термометров. Кроме шкалы, термометр имеет запаянную стеклянную трубку, частично наполненную подкрашенной жидкостью, как в уличном термометре, или ртутью, как в термометре, для измерения температуры тела человека. Температурная шкала впервые была предложена в 1742 году шведским ученым, астрономам и физикам Андерсом Цельсием. Для этого Цельсий поместил кончик трубочки в таящий лед. Он обозначил цифрой 0 то место в трубочке, где остановился спирт или ртуть. Затем при опускании конца трубочки в кипящую воду жидкость, поднимаясь вверх по трубочке, остановилась в определенном месте. Эта точка была обозначена цифрой 100, а расстояние от 0 до 100 было разделено на 100 равных отрезков. Каждый отрезок он назвал градусом. Градус является латинским словом. Для нас оно означает шаг. Для правильного использования термометра нужно помнить следующее правило. Отрезки шкалы выше нуля указывают на тепло. Например, на термометре, изображенном на слайде слева, уровень ртути находится на отрезке 25. В этом случае, поставив перед цифрой 25 знак плюс, читаем плюс 25 градусов по Цельсию или же 25 градусов выше нуля. Записывать это условились так, плюс 25 градусов Цельсия. Если уровень ртути находится ниже нуля, как показано на слайде на рисунке справа, то читается минус 12 градусов по Цельсию или пишется так, минус 12 градусов, знак Цельсия. Чем выше температура воздуха, тем выше поднимается жидкость в трубке уличного термометра. Обратите внимание, что уличный термометр имеет две одинаковые шкалы, которые отходят вверх и вниз. Это позволяет измерять температуру и в холод, отметка ниже нуля, и в теплое время года, отметка выше нуля. Итак, в термометрах используется спирт или ртуть. Ртуть твердеет при температуре минус 39 градусов Цельсия, поэтому ртутный термометр не применяют для измерения слишком низких температур. В таких случаях используют спиртовые термометры, потому что спирт твердеет при температуре минус 114 градусов Цельсия. Но спирт кипит при температуре плюс 80 градусов Цельсия, но ртуть при температуре плюс 378 градусов Цельсия. Поэтому при измерении высокой температуры используется ртутный термометр. Существует правило использования термометра. Термометр показывает температуру только той среды, в которой он расположен. Если нужно измерить температуру воды, то его нельзя вынимать до тех пор, пока не запишут показания термометра. При измерении температуры воздуха в комнате нельзя располагать термометр вблизи теплового радиатора, например, батареи или вблизи печки. Для измерения температуры снаружи нужно установить термометр в тени, а не под солнцем. При использовании современных гаджетов, сбор разных коллекций, например, жуков, бабочек, гербариев растений, можно заменить, используя фотографирование или видеосъемку. В ходе такого исследования не пострадает ни одно живое существо, и это станет вашим важным поступком в деле сохранения природы. Итак, мы можем подытожить работу на уроке. Сегодня мы разобрали научные методы изучения природы, такие как наблюдение, эксперимент, измерение. Вспомнили единицы измерения длины, массы, времени. Определили температуру воздуха по картинке. Вспомнили правила измерения расстояния с помощью линейки. Дорогие ребята, надеюсь, что урок вам был понятен и интересен. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова